С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 18 июня, так называемый день устойчивой гастрономии. По мнению ООН, это наука, которая изучает связь между культурой и пищей и находится на стыке социальных наук и искусства. Согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей, гастрономия – важный элемент культурного самовыражения, который тесно связан с природным и культурным разнообразием. День службы военных сообщений Вооруженных сил России. В этот день, в 1868 году, военным министром генерал-адъютантом Дмитрием Милютиным был учрежден комитет по передвижению войск железными дорогами и водою, который стал прообразом современной структуры службы военных сообщений. У родившихся в этот день в 1812 году появился на свет Иван Гончаров, русский писатель. Он сумел прожить долгую жизнь и выпустил в свет всего лишь три произведения. Но какие? Названия всех трех, между прочим, начинаются на «Об». Обыкновенная история в 1847 году. Через 12 лет выходит «Обломов», а итоговый «Обрыв» написан в 1869. Последний роман Гончаров писал около 20 лет. «Обрыв – это дитя моего сердца. Я слишком долго носил его под ложечкой. Оттого он и вышел, большой и неуклюжий. Я его переносил». Так писал Гончаров в письме к Афанасию Фету. В 1877 году родился Джеймс Монгомери Флэк. Американский художник, который нарисовал знаменитый портрет дяди Сэма. На нем изображен строгий бородатый джельтмен в котелке цветов национального флага. Он угрожающе направляет палец в сторону каждого проходящего мимо плаката молодого американца. «Помни, я нуждаюсь в тебе». Плакат означал, что дядя Сэм нуждается в каждом американце-защитнике в годы Первой мировой войны и в каждом честном налогоплательщике в мирное время. Советская наглядная агитация тоже знаменита своими плакатами, которые стали символами разных периодов отечественной истории. Но есть ощущение, что что-то от американского плаката в этих плакатах тоже есть. 1907 год. В Орлам Тихонович Шаламов приходит в этот мир русский прозаик и поэт 20 века. Создатель одного из наиболее известных литературных и публицистических циклов о жизни заключенных советско-исправительных трудовых лагерей в 1930-50-х годах. Юрий Соломин родился в 1935 году. Народный артист СССР. В 1957 году поступил в труппу Малого театра. С 88-го Соломин художественный руководитель. На сцене им сыграно более полусотни ролей. С 90-го по 92-й год занимал пост министра культуры Российской Федерации. Но для нас он прежде всего адъютант его превосходительства и еще полковник Славин из ТАСС уполномочен заявить. 1942 год. Родился Джеймс Пол Маккартни. Английский рок-музыкант в ливерпульском районе Энфилд появился на свет. Мальчик, который дважды прослушивался в хор и оба раза был признан непригодным. Музыкант, первым инструментом которого была, внимание, труба, подаренная отцом, в итоге стал сэром. Одним из основателей группы Битлз, 16-кратным обладателем премии Грэмми, рыцарем-бакалавром и кавалером Ордена Британской Империи. Человеком, который множество раз включен в Книгу рекордов Гиннеса. В частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории. К тому же он мультиинструменталист, писатель, художник и продюсер. 60 дисков с его композициями получили статус золотых. Общий тираж синглов превысил 100 миллионов, ну а песня Yesterday удерживает первое место по числу записанных ее кавер-версий. 1976 год, день рождения Максима Галкина, пародиста и шоумена. В 1995 году родился еще один Максим Ковтун, российский фигурист, трехкратный чемпион России. Но теперь о событиях. 1815 год, битва при Ватерлоу, последнее крупное сражение французского императора Наполеона I. Битва явилась результатом попытки Наполеона вернуть себе власть во Франции, утраченную после войны против коалиции крупнейших европейских государств и восстановления в стране династии Бурбонов. В качестве противника Наполеона выступила седьмая коалиция европейских монархов. Ватерлоу – это селение в 15 километрах от Брюсселя. На момент сражения территория современной Бельгии была в составе Королевства Нидерланды. В сражении при Ватерлоу французы теряют 32 тысячи человек и всю артиллерию. Союзники – 23 тысячи человек. Наполеон бежит в Париж, где 22 июня вторично отрекается от престола. Бывает и такое. Позже его ссылают на остров Святой Елены. 1836 год. Из-за травли, развязанной реакционными кругами, после премьеры пьесы «Ревизор» Гоголь решает уехать из России. Вместе со своим старым гимназическим товарищем Данилевским он сначала селится в Швейцарии. За 10 лет добровольного изгнания Гоголь побывает во Франции, Германии. Особенно длительное время он проживет в Италии, в Риме. В эти годы, как говорят, он напишет «Мертвые души», для издания которых на несколько месяцев возвратится все-таки на родину. 1889 год. В этот день американец Ричардсон запатентовал, вроде бы, детскую коляску. Первая, получившая у англичан название «Прам», была сконструирована в 1733 году архитектором Уильямом Кентом для отпрысков третьего герцога Диванширского. В этот своеобразный прототип можно было запрягать зверей, таких как собака, коза или пони. Вскоре английская элита решила и себе завести такую диковинку. Каждый из мастеров внес свою лепту в дизайн новинки. Первой из инноваций была замена упряжи на двойную рукоять, чтобы орудовать коляской могли не только пони, но и люди. Детские коляски перестали быть достоянием только богатых после Первой мировой войны, когда случился всплеск рождаемости. Сыграл свою роль и прогресс в производстве пластмасс и сплавов. Медные детали сменились хромированной сталью, многое удешевилось, появились тормоза и новые формы люлик. Коляски стали вполне доступным товаром для всех и каждого. А ты помнишь свою коляску? 1937 год. Экипаж самолета Ан-25 Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков начинает беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс США и успешно завершит его 20 июня приземлением на аэродроме города Ванкувер. Но еще об одном событии подробно. В 1760 году в английской газете London Chronicle, которую читают солидные английские джельтмены, выходит статья, посвященная приезду графа Сен-Жермена, он же граф Калиостро, он же Джузеппе Бальзан. Всю свою жизнь он постоянно переезжал из одного европейского государства в другое, сам себя награждая титулами и званиями и создавая вокруг себя орел величия и таинственности. Газета же написала об эликсире жизни, секретом которого якобы владеет граф и напечатала материал о том, как некая герцогиня попросила у него флакончик. Граф назначил ей по 10 капель в месяц. Герцогиня положила снадобье в ящик, а чересчур любопытной камеристке сказала, что это средство от колик. И однажды, когда герцогиня не было дома, старушку замучили боли в животе. Недолго, думая, она махом, как водится, опрокинула пузырек, ну, чтобы колики исчезли раз и навсегда. А вернувшаяся на рассвете госпожа обнаружила орущего младенца женского пола. Конечно, поверить в это практически трудно, но почему тогда, помимо Алексея Толстого, он вдохновил на создание произведений Гёте, Дюма-отца и Иоганна Штрауса? С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok